Гору Баберган порой зовут Страш Алтая. Невысокая, чуть больше тысячи метров, тем не менее, видна издалека. Именно с нее начинается настоящая горная часть Алтая. От Чуйского тракта до нее рукой подать, поэтому летом у подножья масса туристов. А вот выше поднимаются немногие. Крутые склоны, мокрая высокая трава может стать непреодолимым препятствием даже для специально подготовленных машин. Джиперы избийского клуба «Автобиск 4х4» согласились помочь специалистам РГО доставить оборудование на вершину из спортивного интереса. Заберемся или нет? Кстати, нас заверили, если везти машину правильно, осторожно, то вреда природе такие поездки не наносят. Все следы исчезают в течение нескольких дней. Чего не скажешь вот о таких надписях. Итак, несколько часов изнурительного пути. Мы, наконец, на вершине Бабергана. Я иду вот буквально обвешанный со всех сторон рюкзаками. Любуюсь потрясающим пейзажем вокруг этими великолепными скалами. И почему-то не приходит в голову мне взять краску и написать что-нибудь, даже свое собственное гордое имя на одной из здешних скал. Почему это приходит в голову другим людям? Вы не знаете? Сделанные однажды надписи остаются на века. Краска буквально въедается в камень. Когда-то их было значительно больше. Скалы на вершине буквально покрывали граффити в стиле «Здесь был Петя». В прошлом году Алтайское отделение РГО выиграло грант на очистку скал Алтайского края. Тогда в течение года удалось реабилитировать больше 3000 квадратных метров, в том числе здесь, на Бабергане. Но оказалось, это лишь начало долгого пути. Далеко не сразу пришло понимание, какие на самом деле объемы. Потому что, несмотря на то, что достаточно места труднодоступны, и здесь не так уж много людей бывает, но количество, по количеству, наверное, это второе место в Алтайском крае, то есть после Белокурихи. По степени исписанности или загрязненности, так скажем, поверхности. По итогам в ходе субботника специалисты очистили около 20 квадратных метров скал. Впереди еще около тысячи. На одном только Бабергане. Энтузиасты говорят, такая работа требует огромных усилий и средств. И намерены далее делать акцент на просветительскую работу, чтобы новые надписи перестали появляться. Тем более, что на вершине горы с некоторых пор появился специальный ящик с тетрадкой, где все желающие, если уж так хочется, могут оставить свое имя, не навредив при этом природе. Илья Кочетков, День с толком.